Калининский районный суд Чебоксар поставил точку в громком деле бывшего директора завода промтрактор Семена Млодика. Его обвиняли в хищении 273 миллионов рублей. Приговор суда 5 лет колонии общего режима. К такому повороту событий защита судя по всему была не готова. Не порадовал вердикты и самого подсудимого. Тем более перед судом пришлось предстать в одиночестве. Его сообщники по-прежнему на свободе. Павел Храмкин о финале нашумевшего процесса. Я считаю себя невиновным, без всякого сомнения и надеюсь защитить, доказать свою позицию, защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, как в процессе предварительного следования, так и на суде. Спустя два года Семен Млодик кажется также уверен в своей невиновности. На лице ни тени тревоги. Демонстрируя полное равнодушие к происходящему, он вел с кем-то активную переписку по телефону. Однако в этот раз обвиняемый на всякий случай пришел в суд с вещами и без дорогих швейцарских часов, вместо которых приставы в итоге надели наручники. Суд приговорил. Многико Семеновичу признать в новом совершении преступления предусмотрен в начале 4 статьи 159 УК РФ в редакции федерального закона номер 26 от 7 марта 2011 года. И назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием устроительной колонии общего режима. Громкая криминальная история уходит корнями в 2006 год. По данным следствия, концерн тракторные заводы решил увеличить уставной капитал предприятия «Промтрактор Вагон», которым на тот момент управлял Семен Млодик, с 10 тысяч рублей до миллиарда. Из этих денег на 273 миллиона Млодик приобрел векселя у компании «РЖДС Регион». В то время фирмой руководила Светлана Романова. Она перенаправила полученную сумму в другую, подконтрольную Семену Геннадьевичу фирму. В итоге, одна, на первый взгляд, сторонняя компания покупает у «Промтрактора Вагона» 26% акций, как раз на 273 миллиона рублей. Сложная операция по отмыванию денег заняла всего три дня. Однако, обнаружить хищение владельцы концерна «Тракторные заводы» смогли лишь пять лет спустя. Необходимо отметить, что следственные действия проводились не только на территории Чувашской республики, но и на территории целого ряда других регионов, в связи с тем, что само преступление носило межрегиональный и многоступенчатый характер. В частности, само оно совершалось на территории Чувашской республики, но с использованием коммерческих и иных организаций, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации. В частности, следственные действия проводились на территории города Москвы, Рязанской области, Белгородской области. Экс-руководитель ряда крупнейших промышленных предприятий, бывший депутат Госсовета Чувашии Семен Млодик, в зале суда находился лишь в компании своих адвокатов. Уголовное дело в отношении Светланы Романовой следственный комитет выделил в отдельное производство. Романова находится в розыске, и есть следы, что она живет за пределами Российской Федерации. Практически сразу же после возбуждения уголовного дела были предприняты меры для того, чтобы органы следствия не могли ее допросить. Весь процесс занял три года, дело составило 17 томов. Только приговор зачитывали в общей сложности более 7 часов. В итоге Семена Млодика признали виновным мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения. Помимо пяти лет лишения свободы, суд постановил в полной мере возместить ущерб потерпевшей стороне. Сам осужденный ожидаемо заявил, что будет обжаловать вердикт. Вы согласны с решением суда? Конечно, нет. Вы будете обжаловать тогда? Конечно, будем. Больше никаких комментариев. Спасибо. За время расследования Млодик дважды попадал в следственный изолятор. Первый раз во время избрания меры пресечения. Второй, когда пытался улететь из Москвы в Киев. Якобы к возлюбленной. Но следствие тогда расценило этот шаг как попытку скрыться. И на свободу Млодик вышел только благодаря залогу в 20 миллионов рублей. Но в этот раз из зала суда его вывели уже в наручниках. Павел Храмкин, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.